Вы нас затюкали вот этими вопросами, и меня, и канцлера. Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю, и знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет. Борется с режимом Лукашенко. Верите в эту версию с Хамас, что это было письмо Хамаса, за которого посадили самолет в Белоруссии? Как это официально озвучивается белорусскими властями? Если по-честному, я этого не знаю. А российские спецслужбы участвовали в этой операции? Ну нет, конечно. Я видел там заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверное, Россия принимала участие. Но это просто, знаете, могу вам сказать, НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Потому что это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить. Как мне объяснил сам президент Белоруссии, они не планировали никаких операций подобного рода. У них появилась информация о том, что этот человек на борту после того, как он уже оказался на территории Белоруссии, когда в интернете появились его фотографии. Я даже не хочу вникать в это дело, понимаете? Это нас не касается совершенно. И повторяю еще раз, и не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Посадила бы Россия самолет, ну, например, из Лондона в Таиланд, если бы на борту был разыскиваемый человек. Ведь самолет летит из Лондона в Таиланд через Россию. Не скажу. КОНЕЦ Продолжение следует...